МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наркотики – это большое зло и большой грех, который ломает не только чужие судьбы, но и те, кто непосредственно с ними связан, будь то производитель, сбытчик или потребитель. Я если не раскаиваюсь, сожалею, что я согласился на эту страшную авантюру и готов принять заслуженное наказание. Ведь как бы ни было, я не закоренел их преступник, признаю, что ошибся, притом очень жестоко, но оступился впервые и больше не намеренный за что и ни при каких обстоятельствах как становиться насольством тропов преступной жизни. Как мы уже сообщали, в зависимости от роли каждого, Алексей Филиппов, Антон Сельченко, Дмитрий Грибанов и Вячеслав Стишенко обвиняются в незаконном производстве, хранении и перевозке наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах. Незаконная деятельность международной организованной преступной группы, причастной к производству и сбыту крупных партий наркотических средств и психотропных веществ, пресечена сотрудниками Федеральной службы безопасности. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий прекращена деятельность трех нарколабораторий с высокопроизводительным оборудованием стоимостью свыше трех миллионов рублей. Нарколаборатории, в которых произведено более 30 килограммов запрещенных веществ, размещались в Твери, Калининском и Старицком районах Тверской области. На месте производства задержано с поличным шесть активных участников ОПГ, из которых трое граждане России и трое граждане Украины. Из незаконного оборота изъято наркотическое средство мифедрон и психотропное вещество амфетамин общей массой более 5 килограммов, а также по предварительным оценкам около 600 килограммов прекурсоров и химических реактивов для их производства стоимостью около 20 миллионов рублей. Установлено, что прекурсоры для нарколабораторий поставлялись из Украины. Сбыт наркотиков осуществлялся в пролетарском районе областной столицы. Скажите, вы считаете себя виновными? Да. По предъявленным статьям всем? Да. Вы у кого-то хотите попросить прощения? Общество. В первую очередь перед обществом попросить прощения. Напомним, ранее Старицким районным судом вынесены приговоры другим участницам этой организованной преступной группы. Виктория Смирнова, заключившая досудебное соглашение о сотрудничестве, получила 9 лет лишения свободы со штрафом в 200 тысяч рублей. И Веронике Шуваловой, признанной виновной в совершении 4 преступлений в составе ОПГ, суд назначил 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Еще двоим участникам ОПГ удалось скрыться. Они объявлены в международный розыск. Оглашение приговора членам ОПГ ожидается 9 июня. Мы следим за ходом событий.